События от педагогической конференции в Каменке до очередной годовщины 55-го пехотного подольского полка. Далее рубрика «События. Коротко», где всего за несколько минут мы расскажем о других самых заметных новостях республики. В Каменке прошла августовская конференция педагогов, участники форума, учителя и воспитатели всех образовательных учреждений района. Наряду с опытными в этом году впервые поведут в страну знаний учеников и молодые специалисты. 1 сентября за парты сядут почти 2000 школьников. Приоритетной задачей остается повышение качества образования. Особое внимание на конференции уделили сельским малокомплектным школам. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, ни одна из них в этом году не закрылась. А в селах Рашково и Катериновка после долгого перерыва снова откроются десятые классы. 23 августа уже был освобожден город Бендеры. Данный Варницкий плацдарм, он еще не был освобожден. Это место было очень тяжело взять. Варницкий плацдарм. Весной и летом 1944 года здесь развернулись тяжелые бои. Немецкие войска оказывали ожесточенное сопротивление. После войны появились памятные знаки в честь павших на этой высоте советских солдат. Накануне учащиеся из отряда юных патриотов БАРС Бендерской школы и педагоги почтили память павших минуты молчания. 29 августа в цитадели Бендерской крепости состоится празднество, посвященное 55-му подольскому полку. И в этом празднике будет принимать участие очень большое количество участников, артистов. И, конечно, в этот день в цитадели будет воссоздана атмосфера той эпохи, которая будет и в звуках, и в музыкальном оформлении, и в действиях. Войны 55-го подольского полка сражались и в русско-шведской войне, и в Первой мировой. 29 августа мероприятия начнутся в 16.00 на военно-историческом мемориальном комплексе в Бендерах, где глава государства и жители города возложат цветы к православному кресту. Далее мероприятие продолжится в Бендерской крепости. Каждый сможет стать и зрителем, и участником большого действа. Гостей будут встречать у центрального контрольного пункта крепости. Проводить экскурсии желающие смогут принять участие в поединках, а кто-то примерит на себе наряды тех времен.